что происходит с точки зрения физиологии. И что-то, что мы воспринимаем как угрозу. И с точки зрения нашей физиологии любое внезапное изменение может быть угрозой. И вот эта оценка, угроза, оценка, вот эта оценка может происходить очень быстро, инстинктивно. Что-то мелькнуло там на периферии зрения, оп, мы уже уклоняемся от этого. Но если у нас все в порядке, мы поворачиваемся в эту сторону, чтобы быть готовыми. Потому что внезапное изменение во внешней среде, скорее всего, несет угрозу. И это запускает естественную реакцию. Какую реакцию? У нас есть, во-первых, эмоциональное переживание, переживание страха. И, во-вторых, вот эта телесная готовность действовать. Выбрасываются нейромедиаторы, гормоны стресса, прежде всего адреналин, ноэродреналин в кровь, которые подготавливают наше тело к тому, чтобы нужно было бежать или драться, ну или замереть. И ключевая задача вот этого всего комплекса мер, который каждый раз запускается автоматически, инстинктивная, защитить тело. Защитить тело в случае какой-то возможной угрозы. Каким же образом тело защищается от возможной угрозы? Защищается и готовится к активному действию. Давайте мы вернемся к предыдущим слайдам. Давайте мы вернемся к предыдущим слайдам и посмотрим еще раз на панику. Еще раз на панику. На некоторые пункты. Смотрите, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления. Что это как неподготовка к тому, что сейчас придется бежать или активно отмахиваться палкой от кого-то или от чего-то. Нашему телу, особенно скелетным мышцам, потребуется очень много кислорода. Сейчас во время интенсивной нагрузки, поэтому кровообращение тоже должно быть более активным, чтобы снабжать мышцы кислородом. Вот учащенное сердцебиение. Нам нужно двигаться, как тело к этому готовится. Адышка. Учащенное дыхание то же самое. Нам нужно много кислорода, мышцы должны его получить. Потому что сейчас нужно унести ноги. Дальше. Вот эти вот симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Тяжесть желудки, какие-то спазмы. Это означает, что сейчас не до еды. Надо бросить все. Выживешь, потом поешь. А сейчас аппетит, впрочем, как и другие телесные функции, они идут на спад. Диарея. Что такое диарея? Диарея – это опорожнение кишечника для того, чтобы, если произошло какое-то ранение, не было такого, допустим, ранения брюшной полости, не было, допустим, разлива каловых масс в брюшную полость, шансы выжить тогда становятся выше. То есть это такой естественный защитный механизм. Ну и чувство сухости во рту. Опять же, да, что сухость во рту тут не до еды. Все внимание уходит только на одно возможное действие. На физическое. А вот все остальное, головокружение, понемение, ощущение притока оттока крови, онемение частей тела, покалывание. Кстати, вот еще важный момент. Онемение частей тела. Кажется, как будто тело меньше воспринимает ощущение, которое до него доносится. А так и должно быть во время угрозы. Потому что если мне сейчас предстоит сражение с противником, неважно, будь то это человек или какой-то хищник, если я буду сильно чувствовать какие-то мелкие, может быть, не мелкие повреждения, то, конечно, боль мне помешает спасти целый организм. Поэтому болевой порог повышается. Чувствительность вот этой телесной, в том числе на прикосновение, на боль, она становится меньше. Вот это основные механизмы, которые призваны нас защитить во время какой-то смертельной угрозы. А вот все остальное, и мы сейчас вернемся к физиологии. Мы сейчас вернемся к физиологии. А вот все остальное, что есть в симптомах, это последствия того, что нейрогормоны-медиаторы оказались в крови, тот же самый адреналин, норадреналин, потом к ним присоединяется кортизол. Но в обычной, такой нашей нормальной социальной жизни, когда эта угроза, она нереальна, когда нам не пришлось избежать сражаться, например, человек просто подумал о том, что его сейчас могут отругать. Школьник выходит по доске с не очень хорошо выученными уроками. Он представляет, как учитель сейчас делает критическое замечание или даже наорет, как одноклассники будут смеяться. А это означает, с точки зрения наших инстинктов, что тебя общество может отвергнуть, потому что такие насмешки, пренебрежения, это такое групповое отвержение. Если группа тебя отвергает, то ты не выживешь. Это у нас прописано на инстинктивном уровне. И эта ситуация становится, вот интеллектуально мы понимаем, ничего страшного, ну да, ты реально был не готов, ну что тебе сделать, замечание, ты на самом деле должен лучше готовиться. Да, это на уровне ума. На уровне инстинктов тело кричит, что нам конец, нам конец, нужно этого избежать как-то. Ну а как избежать? Либо бежать, либо драться. Но действие не происходит. То есть тело готово к действию, но это действие физическое не происходит. И вот эти гормоны, нейромедиаторы дают и все остальное, дают ей всю остальную симптоматику, о которой мы говорили. Давайте еще раз сюда взглянем, на панику. Головокружение, потемнение, сонливость, ощущение вот этих притока, оттока крови, боли в мышцах, потому что мышцы готовы действовать, действия нет. Судороги, дрожь, сахар в кровь выбросился, потому что нужно сейчас приготовиться к этому действию. Действие нет. Через некоторое время, конечно, эти гормоны заканчивают действовать, чувствуем бессилие, слабость. Тело потихонечку, потихонечку приходит в привычное состояние. Вот так заканчивается паническая атака. Паническая атака. Итак, мы вернемся к физиологии. Физиологии. С точки зрения психотерапии, с точки зрения психотерапии, особенно краткосрочной, самая большая проблема в том сейчас, которая лежит в основе многих расстройств, в том, что наши тела формировались для других условий жизни, когда мы должны были есть намного менее калорийную пищу, намного более грубую пищу, с большим содержанием клетчатки, например. Когда мы должны были намного больше двигаться. Когда в ответ на какую-то угрозу мы часто реагировали физически. И вот эти гормоны, они успевали оказать свое действие, скажем так, пережечься, что ли. И если тело было готово к действию, это действие следовало. А сейчас этого нет. Сейчас этого нет. И когда витальной жизненной угрозы нет, а есть вот эти панические атаки, и они возникают время от времени, так как мы говорили во время диагностики, то есть патология. Есть патология. И мы сталкиваемся именно с паническим расстройством. Можно сказать так, что в какой-то степени паническое расстройство это страдание тела, которое не могло в движении отреагировать страх. Потому что если бы человек убежал, стал страшным, убежал, не было бы такого. Или он бы вступил в драку. Не было бы такого. А вот здесь это когда человек испытал страх и ничего не сделал физически. Вот это тогда тело начинает страдать. Потом включается наш ум и мы тоже это разберем. Как еще наши ментальные модели поддерживают, подкрепляют и развивают это расстройство. Теперь давайте посмотрим. Люди говорят у меня панические атаки. Но панические атаки сами по себе это не проблема. Проблема в том, что у человека есть расстройство. Сама по себе паническая атака это может быть любой вегетативно-сосудистый криск. давление поднялось. Какая-то может быть человек сильно устал, не выспался. Я думаю, что вы, коллеги, слушайте меня. У вас у каждого, у каждой хотя бы раз в жизни был такой опыт, когда может быть вы не доспали, не доели, было очень жарко, душно, какая-то такая ситуация, когда вы почувствовали себя не очень хорошо. Как-то сердце стучит, вдохнуть трудно, какая-то слабость. Вот вегетативный криск. Но сам по себе он не является проблемой. Проблема тогда, когда этот вегетативный криск или паническая атака начинает раздуваться, происходит какая-то эскалация, усиление конфликта, в том числе внутренних. как это происходит. Первый пункт это то, что у человека есть какой-то реальный опыт панической атаки. Вот как в кейсе, который мы с вами разбирали, алкоголь, психоактивные вещества, конечно, в какой-то момент он мог себя почувствовать плохо со всем этим комплексом симптомов. На этом фоне в какой-то момент у человека могут возникнуть неожиданные ощущения. Во время стресса, во время жары, духоты, во время необычной физической нагрузки, человек переел или наоборот плохо поел. Гипобликемия чаще вызывает такие симптомы. Что-то происходит в теле, какой-то может быть легкий непорядок. И вот дальше внимание уходит внутрь, человек концентрируется на ощущениях и пытается привести их в порядок. Мы знаем, что волевое усилие здесь работает плохо, работает плохо, а так как внимание внутри, человек воспринимает, вот у меня сердце колотит так, надо привести себя в порядок, ну-ка, сердце успокаивайся. Не получается, включается страх, страх, что я не могу этого сделать. Человек усиливает свою попытку привести себя в порядок, чувствовать себя хорошо, у него получается еще хуже, а тут подкрепляется восприятие ситуации, что я, наверное, умру или я уже умираю или схожу с ума, в скобках теряю контроль. Страх усиливается, он становится буквально ужасом и, естественно, подключаются и другие ощущения, то началось сердцебиение, и все тело, и дыхание, и онемение какое-то, и покалывает везде, и вдохнуть я толком не могу, выдохнуть не могу, и воздуха уже не хватает, рези какие-то в животе. Вот эта эскалация приводит к тому, что у человека возникает очередной панический приступ, который проходит сам по себе или под воздействием лекарства, или человека спасает кто-то, и это через некоторое время закрепляется такой механизм, а потом дальше вступает что еще? Предвосхищение, то есть человек уже начинает ждать, ждать, так, у меня там уже пару раз случалась паничка, а не будет ли в этот раз, кстати, как я себя чувствую? Внимание пошло внутрь, но мы знаем, что если ищешь, особенно ищешь хорошо, то обязательно что-нибудь надеешь. Человек находит опять какое-то, может быть, легкое физическое недомогание, пусть крохотное, он пытается привести его в порядок, естественно, ничего не получается, это приводит к тому, что человек начинает бояться, а страх вызывает интересные реакции, и пошло-поехало, то есть начинается предвосхищение, накрутка, и раз за разом этот механизм становится все более быстрым, все более отработанным, я бы сказал, до мастерства отработанным, иногда еще с клиентами, с пациентами своими, я говорю, ну, вы уже мастер спорта по страданию, люди смеются, некоторые говорят, да, вы правы, кто-кто, а я себя напугать или довести умею. то, что мы делаем часто, получается у нас хорошо, чем больше мы тренируемся, тем большего мастерства мы достигаем, тем большего мастерства мы достигаем, и эта система начинает поддерживать сама себя, человек находится в каком-то напряжении, предвкушении, только он думает о том, что ему надо будет куда-то выйти, выдвинуться, что-то сделать, он начинает прислушиваться к себе, обязательно находить какой-то неполадок в себе и так разгонять свою панику. Так, так, сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры